В рубрике X-Dream Wow я представляю вашему вниманию молодого японского райдера Юки Кадона, который в 2017 году превзошел все наши ожидания и доказал всему миру, что фристайл-сноубординг не имеет границ. Впервые Юки заявил о себе на соревнованиях Эйрон Стайл, проходивших в Пекине в 2012 году. Ему удалось на удивление судей и публики приземлить нереально амплитудный бэксайд Трипл Корк 1440. Этим трюком он сдвинул с пьедестала самого Петту Пиранин. Нельзя оставить без внимания, насколько технически правильно 16-летний японец исполнил этот трюк. Интересно, где и когда он успел научиться его приземлять? Не исключено, что это произошло прямо на этих соревнованиях. И несмотря на то, что его нехило колбаснуло на приземлении, ему все-таки удалось выиграть этот контест. В 2014 году Юки посетил Олимпийские игры в Сочи. Правда, после приземления на первом трамплине в первой попытке, квалификации, ему не хватило скорости. И стол второго трамплина встретил его конкретным шлепком. После которого, надо заметить, японский Нидзи неплохо оправился и приступил ко второй попытке. На этот раз он решил взять побольше скорости и очень далеко улетел на первом трамплине. Настолько далеко, что опять потерял скорость на приземлении и, вспомнив о том, как стол второго трамплина встретил его в прошлый раз, решил дважды не испытывать судьбу. Юки удалось вписать свое имя в историю фристайл-сноуборнинга в 2016 году в США. На соревнованиях Burton US Open в своей заключительной попытке в финале Юки решил пойти в Абанг и сделал очень сложную связку. И ему это удалось. На этот раз после первого трамплина у Юки было достаточно скорости. Как оказалось, Юки стал первым в мире человеком, которому удалось на официальных соревнованиях приземлить связку Backside Triple Cork 1620 на Switch Backside Triple Cork 1620. Увидев это, толпа просто заревела от восторга. Судьи побросали карандаши, а комментатор повторял в микрофон. Oh my goodness! Oh my goodness! Посмотри еще раз, на какой бешеной амплитуде Юки выполняет эти прыжки. Это просто гигантские трамплины, а Юки еще и улетает в середину приземления. Сейчас Юки 21, он подрос. Можно с уверенностью сказать, что он научился прыгать в больших трамплинах. Больше не хочу ничего комментировать, предлагаю просто посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боже мой! 1985,5 оборотов! Вот так Юки Кадону закончил свой сезон 2017 года. Ну что, Юки, ждем от тебя побед предстоящей зимой и помяните мое слово, мы еще увидим этот трюк в новом сезоне.